Ребята, всем привет! Видео понятное для новичков. Как определить, что у вас колеса стоят прямо? Ученики приходят постоянно новые, вопросы одни и те же. Похожие видео я когда-то уже снимал. В основном нужно вам когда это определить? Когда вы начинаете движение? Вы сели в автомобиль, автомобиль у меня учебный, приходит, к примеру, ученик один, мы запарковались и колеса ставили вывернутые. Ученик новый садится, настроил себе с зеркала сидушку, руль стоит ровно, он думает так, ну руль ровно, значит машина поедет прямо, скажем, естественно, да? Вроде же как руль стоит ровно, он ставит драйв, у меня коробка автомат, бывает у вас может быть механика, да, неважно, начинать ехать, а машина едет влево. И он такой, он причем руль начинает держать, не может понять в чем дело, это понятно люди, которые с нуля приходят, машина едет влево, а руль стоит прямо, и он думает, что такое, как бы, да? И причем, когда вы предпускаете тормоз, вот машина даже руль сам показывает, куда надо его крутить, что мол, верни его обратно, вот как бы, да, что колеса вывернуты. Но когда опыта ноль, вы поняли, это первые уроки, человек не понимает, да, что руль стоит ровно, а машина куда-то вбок уходит. Ну, чтобы вы понимали, как новичок, что если у вас руль стоит ровно, это не значит, что у вас колеса прямо. У вас три варианта, у вас либо реально колеса стоят прямо, либо у вас на один оборот руль выкручен туда, либо в другую сторону выкручен на один оборот. То есть, если у вас машина, руль стоит ровно, и машина уходит влево, вам нужно один оборот вернуть в обратную сторону. Вот смотрите, я сейчас руль вернул, круг целый сделал, руль стоит ровно. И сейчас опять целый оборот сделаю, опять руль ровно, вы поняли? И еще раз я возвращаю руль, и еще руль ровно. То есть, у вас, ну, в современном автомобиле, в основном, примерно, полтора оборота, а тут, ну, как бы, писать колеса ровно, до упора будет полтора оборота. И у вас руль станет ровно три раза, в трех, ну, в три варианта, может быть. Вот я сейчас поставил колеса прямо, да? Как мне определить? Ну, самый нормальный способ, любой инструктор вам скажет. Самый нормальный способ, это вы поставили рулевое колесо прямо, поставили, ну, если коробка у вас автомат-драйв, и приотпустили тормоз, и посмотреть, куда она едет. Если она едет влево, видите, руль сам подсказывает, куда вернуть руль. Сразу раз довернули один оборот, и у вас колеса сто процентов прямо. Вы так меньше всего убиваете рулевую рейку, меньше стираете резину, потому что на месте оно не рекомендуется, скажем, руль крутить. То есть, главное, чтобы он не стоял верх ногами, потому что от положения верх ногами уже непонятно. То есть, вы вот поставили руль ровно, вы видите приборную панель через вот эту большую дырку, скажем, руля, вы видите приборную панель, руль стоит ровно. Если у вас есть логотип какой-то, вот у меня в данном случае Ford, он написан, как бы, ну, не верх ногами, скажем, да, ну, думаю, это понятно. Смотрите, еще с этой стороны я вам покажу. Машина стоит ровно, руль стоит вроде бы ровно, я ставлю драйв, вы поняли, да, приотпускаю тормоз, и машина едет, видите, влево. Влево она уходит в эту сторону, и руль сам подсказывает, куда его нужно вернуть. Вот я оборотик доворачиваю, один оборотик, вы поняли, и колеса уже прямо, машина, видите, едет по прямой. Если вы сделаете два оборота, она поедет в другую сторону, вы поняли. Вот смотрите, я сейчас руль заворачиваю, либо в другую сторону, та же ситуация у вас, да, вот машина стоит типа ровно, сейчас я ровно выставлю, смотрите, вот ровно машина стоит, сейчас руль поправлю, смотрите, вот ровно стоит машина, руль стоит ровно, вы приотпускаете тормоз, она едет, видите, в ту сторону, а руль показывает вам, куда нужно вернуть, вы поняли, сам подсказывает. Раз, вернули, и все, один оборотик, два, накрутите, это уже она поедет, вы поняли, уже в другую сторону она поедет, поэтому надо вернуть всего один оборот. Сразу газ вы не даетесь, у вас коробка, автомат, вы приотпускаете тормоз, если вы новичок, вы начали отпускать тормоз, смотрите куда едет автомобиль, если он едет в правильном направлении, тогда вы уже потом даете газ. Если он едет куда-то не туда, то вы, вот, к примеру, руль у вас вот так встал, вы трогаетесь, машину уходят туда, вы вернули руль, нога на тормозе, скажем, да, потом уже, когда руль вернули, тогда уже газ, чтобы вы не газанули случайно, что у вас руль стоит вроде бы ровно, думаете, нормально, сейчас газу дам. Руль вывернут, вы куда-то в дерево или в бордюр, или еще куда-нибудь залетите, поэтому нужно аккуратно. Смотрите, второй способ, как бы, тоже имеется место быть. Люди отсчитывают обороты, но это в основном хорошо, когда вы паркуетесь, руль уже завернут. К примеру, то, что я говорил, руль имеет от упора, от того, как колеса стоят ровно до упора, полтора оборота. То есть, смотрите, я делаю целый оборот руля, и еще, видите, вот у меня даже 1,3, скажем, да, или там, не знаю, 1,2 оборота получилось, даже полтора нет. Может быть у вас полтора, может 1,8, может быть 2, может быть даже 2,5 на более старых машинах. Чем современнее я смотрю у машины, и чем они, скажем, дороже, тем выворота руля меньше. У меня была клиентка, у нее Audi Q2, и там выворот один был руль, то есть не полтора даже, а один. Вот, к примеру, руль стоит ровно, вы поняли, колеса прямо. Делаешь целый оборот, это уже упор. Возвращаешь руль, это колеса прямо, и еще опять делаешь целый оборот, это опять упор в другую сторону. Смотрите, ребята, вот Honda Civic тоже выворот руля очень маленький, а ну выверните руль. Смотрите, вот оборот, и еще, все, упор, вы поняли, дальше руль не идет. А вот в Q2 был вообще вот такой выворот, вы поняли? Ну и сейчас колеса ровно тоже поставим. Смотрите, один оборот, руль стал ровно, и еще можно крутануть в другую сторону. Поняли, вот и еще чуть-чуть, все, упор, вы поняли, да? А колеса выворачиваются на такой же угол. Комфортно, скажем, да, ты руль крутишь меньше, а колеса на тот же угол, по сути дела, выкручиваются. Это, в принципе, неплохо. При том, что радиус выворота тоже, ну, нормальный, скажем, не то, что он маленький радиус выворота у тебя будет. То есть, радиус выворота хороший, но при этом руль ты крутишь меньше. То есть, вы отсчитываете обороты. Смотрите, вы докрутили, вот, к примеру, вы где-то на парковке паркуетесь, вы руль докрутили до упора. Вот, это я уже, видите, колеса навернул, уже сколько, да? Вы где-то паркуетесь на парковке, вы чувствуете, что у вас руль в упоре. Вы вернули половинку, это же явно колеса неровно. То есть, нужно еще один оборот, тогда будут колеса прямо. То есть, полтора оборота отсчитали. Но, опять же-таки, это не рекомендуется, вот так вот, как я сейчас маслаю. Это я вам для видео делаю. То есть, не рекомендуется так много крутить на месте руль. Рулевая рейка напрягается и резина стирается об асфальт на месте, как бы, да? То есть, лучше, чтобы машина ехала и крутить. Ребята, ну, еще немножко, как обычно, информации. Я вам уже рассказывал про украинскую соцсеть eDrive, где вы можете делиться информацией о своем автомобиле, как вы чинили, обслуживали, тюнинговали фотографии, скажем, своего автомобиля. И там, кстати, можно публиковать не только информацию о своем автомобиле. Там есть раздел личные публикации. Вы можете публиковать любые, скажем, данные. Ну, если какая-то интересная история, почему бы и нет? Если у вас есть уже какие-то посты, какая-то информация на Drive 2, вы можете подать заявку, и вам перенесут все ваши посты, информацию на eDrive, и у вас уже будет информация храниться на нашей украинской платформе. Если вы находитесь в сообществе или хотите создать новое сообщество, попробуйте eDrive. Там много функционала для сообществ. Публиковать посты участников, давать админку друзьям, даже создавать темы для обсуждения разных вопросов. Если у вас уже есть сообщество, обязательно добавьтесь на eDrive. Ребята продвигают украинский контент, поэтому на портале можно найти новости об украинском автомобильном мире. В общем, ребята, если вы ищете интересную современную автомобильную платформу, заходите на eDrive, там найдете для себя кучу полезной информации. Ссылочки, как обычно, в описании к видео я продолжаю дальше. Смотрите, ребята, вот, к примеру, вы приехали на парковку, запарковались, и вот здесь, видите, справа есть дерево. Ну, такое небольшое. И вы думаете так, ну, сели за руль, вроде впереди же никого нет, прямо себе поедут, да и все. Руль, смотрите, стоит ровно. Сейчас себе по прямой поедут, да и нормально. Запустили движок, поставили, скажем, drive, как бы, да. И такие думаете так, ну, все хорошо, я как бы погнал прямо, отпускаете тормоз, и сразу на газ. Вы поняли? Хопа! И вы ба-бах, и в это в дерево полетели. Вы поняли? Потому что машина сразу уходит в сторону. Потому что руль стоял ровно, но колеса были вывернуты. Вы поняли? Вот я сейчас руль кручу, видите, упор. Половинку назад, и еще целый оборот, теперь колеса стали ровно. Если вы сразу так вот дадите газу, не приотпустите тормоз, посмотрите, куда едет машина, а сразу на газ. Вы рискуете вот так ввалить, к примеру, рядом стоящее дерево, либо машину. Тут рядом могла быть и машина где-то припаркованная. Вы думаете так, ну, у меня же прямо пусто. Газу и пошли. Поэтому я же говорю, вы ставите drive, приотпускаете, вот сейчас так drive поставлю, вот, приотпускаете тормоз, посмотрели, куда едет машина, а потом уже можно газовать и дальше, чтобы вы были уверены, что она пойдет туда, куда вы хотите, скажем, да, а не куда-то ее понесет. Третий способ, если у вас есть камера заднего вида, и она поворотная. Я когда-то, кстати, предыдущее видео снимал очень давно, и этот вариант не учел, что с камерой можно посмотреть, куда колеса смотрят. Я вам сейчас покажу. То есть, по сути дела, если камера есть, тут способ тоже классный. Смотрите, я включаю камеру, видите, вот у меня колеса сейчас стоят прямо. А теперь я выкручиваю и вижу 100%, что у меня колеса стоят в сторону. И понятное дело, что нет никаких проблем просто поставить колеса вот так вот, вы поняли, да, по камере ровно, и проблем никаких не будет. Опять же, если вы выставляете по камере, что я заметил, новички делают, смотрите, они вот, видите, вот у меня руль стоит боком вот так, а там, по сути дела, кажется, что вроде бы как ровно. Видите, полоски уходят только дальше. Они так доводят, видите, до полосок, типа ровно. А на самом деле, смотрите, как руль стоит. Он стоит неровно, поэтому колеса точно у вас не прямо, он должен стать вот так. Вот теперь будет точно колеса прямо. Просто по камере кажется, что вроде бы уже идут полосочки, но ну у всех по-разному, конечно. Вот оно доходит и вроде бы всё, уже ровно. Смотрите на руль. Видите, он не ровно. Он более ровный, он должен встать все-таки вот так. Вот теперь будет ровно. Смотрите, 4 способ как определить, что у вас колеса прямо. Я его, понятно, не рекомендую. Но, виновички бывают так делают. Опытный водитель никогда так не будет делать. Открыть окно и посмотреть, как у вас стоят колеса. Опять же такие. Даже с моим ростом у меня рост метр девяносто ну почти мне вылезти увидеть колеса тяжело отстегнуть ремень потому что мне ремень просто не пустят вы поняли и перевалиться вот так увидеть то есть я вижу колесо но если у вас маленький рост поверьте вы не увидите если вы будете в вещах там в дубленке к примеру до одеты вы тоже так не вывалитесь это пытается сделать так только новички теоретически это можно сделать да вот я как бы наклонился я убил как стать колеса но практике его никто не применяет ну понятно можно и 5 вариант вообще выйти с машины посмотреть либо когда вы садитесь в автомобиль обратите внимание как у вас колеса стоят но это уже скажем другая история как говорится да то есть обычно я живу самый нормальный способ это вы садитесь в автомобиль запустили движок но если коробка автомат на тормоз поставили драйв и просто при отпустили тормоз все машина поехала прямо знаешь колеса у вас стоят ровно то есть без вариантов смотрите ребята у новичков по ошибкам тоже когда они начинать ехать но еще не понимают сколько руль крутить скажем да сколько оборотов делать и вот колеса как раз бывает выкручены куда-то влево там при поворотах такое бывает и они как бы смотрят машина влево уходит они делают не один оборот а два оборота и начинать ехать вправо понимаешь 5 не туда 5 давай колбасить в обратную сторону ну и общем машина едет вот так зигзагом потом понятно ну это на первых порах я же говорю инструктор вы чутишь не два крути оборота 1 в становится более понятно и такое происходит очень часто в поворотах на грите ребята покажу вам наглядный Примерно, не всегда так происходит, но такое частенько происходит. Вот мы показываем поворот, хотим повернуть направо, да? И вот ученик заворачивает, ну посмотрел, что никого нет. Заворачивает руль, смотрите, вот он заворачивает, заворачивает. Видите, в какой-то момент руль стал ровно. Видите, колеса стали вроде типа ровно, и мы выровнялись ровно. Вот вперед посмотреть мы ровно, и руль вроде ровно. Но руль-то никто не возвращал. Если я сейчас поеду прямо, у меня машина пойдет, смотрите, в бордюр. Вы поняли? А руль-то стоит ровно. И вот так и происходит с учениками, что они как-то не обращают внимания на то, что ну колеса же надо назад там, вы поняли, целый оборот вернуть, чтобы поехать по прямой. Ну вот сейчас еще раз вам покажу, смотрите, чтобы было видно. Вот я показываю поворот, впереди поворот, да и ученик, к примеру, заворачивает, да, вот он заходит в поворот, заворачивает, смотрит на руль, вы поняли, а он вот, видите, выровнялся. И он вроде прямо сейчас так и поедет, ну колеса же прямо, можно ехать. Начинает газовать, в итоге мы идем в сторону бордюра и понятно, инструктор хватает за руль и выкручивает руль обратно. Скажем, ну это я же говорю, на первых порах потом привыкаешь и уже, ну, понимаешь, когда руль возвращать и так далее. В общем, ребята, думаю, какую-то полезную информацию для себя найдете. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока!